Поехали. Друзья, Женя нашел какого-то чудо-доктора. Мы сейчас едем к нему. Посмотрите на ее глазки. Ну, живые, мам, да, глазки? Живые. Да против вчерашнего вообще. Против вчерашнего. Слышишь, Женя, лучше. Можно повесить? Да, мам, повесь. Все, ребят, мы поехали. Сейчас переложу ее вперед. Да, проси. Тигря, буду просить. Все, поехали мы еще раз. Все-таки уколы помогают, лекарства помогают. Ну, еще там какое-то есть чудо-чудо-доктор. Он сказал быстро ко мне. Сейчас посмотрим. Он, Женя, несет ее в переноски. Вера плачет страшно. Так, ребята, живое жалко. А еще говорят топить. Там вообще сумасшедшие люди. Сумасшедшие люди. На меня смотришь? В общем, ребята, оставили мы... Это был третий доктор. Это был третий доктор. Сейчас, Женечка, я поверну. Оставили тигречку. Оперировать будут. Пол седьмого забрать. Вот так, друзья. Ну, что ты так мчишься? Мчунь. Не мчунь, не мчунь, не мчунься. Ты же, господи, водитель. Как и я, прям. Да, Женечка? Ты хороший водитель. Я очень хороший водитель. Я возила женщину, подписчицу. Она меня просила, заказывала меня. Она говорит, Нателла, вы так... Вы шикарны за рулем. Я говорю, ну, спасибо большое. Боже, хотя бы спасли. Тигречку, хотя бы спасли. Мама сейчас будет довольна. Фу. Ну, ты знаешь, как-то аж немножко вот тут вот, ну... Да, спасли. Сейчас ей полностью капельницу все почистят. Ленечка, я тебя вот там вот оставлю, да? Избегаю. Куплю печеночки. Ну, короче говоря, по поводу Луни. Значит, это была женщина, третий доктор. Она ее полностью прощупала, посмотрела. Наша тигря, с ней будет все хорошо. Мы оставили ее на операцию. Сама кофе себе делает. Да, сама себе кофе делает. Значит, ретевизм была в смысле. А что мы ждем девочку домой? Девочку домой, значит, удаление матки. Удаление полосы будут удалять ей матку. Вот такая вот маленькая кошечка. Значит, она, напомню, живет у меня с начала апреля. Вот апрель-май. Какого с начала апреля? С начала апреля. С 1 февраля. Это Луню привезли 21 февраля? Тигрю, Луню нет. Тигрю мне трехтедую привезли. Извините, пожалуйста. 21 февраля. Все, прошу прощения. Это даже там Лундечку первую привезли, да? Фу, тигрю, мама, что ты? Тигрю привезли, а Луню потом. Все, извините. Извините, Людочки привезли эту кошечку. В общем, у нее замершая беременность. Она маленькая. Ей всего лишь полгодика. Представьте, полгодика кошечки. Дуже-дуже мала. И какая-то падла. Она хоть эта родила полгодика, конечно, что же. Да, какая-то зараза. Ее, вы поняли? Ну, в общем. Аху. Сказала, сказала, врачиха, никакого нету этого у нее, более этого. А я же говорю, так и так. Она мне говорит, так, давайте так, выдохнем. Кошечка говорит, у вас замершая беременность. Удаляем матку. Все удаляем. Значит, в 6 часов вечера мне надо будет позвонить, или она мне сама позвонит. И забираете кошечку. Говорит, спасем. Надеюсь, что спасем. Но она сказала мне утвердительно, что спасем. Значит, смотрите, ребята, друзья, это просто... Она вчера постоянно уходила в огород, в огород. Мне же сказали, что усыпить. И я думала, ну, посмотрю, послежу. Делала уколы, давала лекарства ей. А совсем другого, оказывается. Вот. Сегодня я говорю, мам, я не могу. Говорю, где она? Говорю, позови ее. Говорю, где она? Ну, я не могу. Ну, психика уже просто не выдерживает. Мама начала звать ее. Тигря, 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 тигря. Не отзывается. Когда идет... Я как раз в ванной была. Мама в ванну влетает. Она пришла своими ножками. Все нормально, все. А мне же как раз укол надо делать ей лекарства. Думаю, жива, не жива. Она постоянно прячется где-то, понимаете. Я ее ложу на подстилочку. Она уходит, уходит, прячется. И тут, в общем, это самое... Она в ванну забегает. Она сама ножками пришла. И к маме на ручки пошла. Это говорит о том, что кошечка хочет жить. Что она готова к жизни. И, ребята, друзья, мы под хвостик. А там... Ну, вы поняли. Женщина меня понимает. Вышли околоплодные. Уже воду у нее. Тоже не выходили, не выходили. Вот это она так себя и вела. И вот это вот... Короче, сколько я уже денег отдала за этот анализ? Сколько я отдала? 200 гривен, да? Что вот этот анализ сделать? И лекарства плюс 200 гривен. Уже 400 потратила я, да? Но тут что с ним, просто вот, оказывается, совсем другая причина. В общем, будем тигрю ждать. Я к вам вот с такой новостью. Прямо вот сейчас выложу видео, потому что я знаю, кто переживает за мою тигречку. Друзья. Правду говорят. Один палец порежешь, вся рука болит. Палец порежешь, рука болит. Будем надеяться. Будет все хорошо. Я оставила в переноске. Сейчас ей капельницу антибиотика сделают. Потом она сказала, сделаю операцию. Потом еще прокапываю после операции. И вы заберете. Такая доктор хорошая. Такая девочка молодая, лет, наверное, 30 с чем-то. Сказала, девушка, успокаиваемся. Я же начала там, а вот тот, и тот анализ показал. Так, так, стали усыпить так. Она говорит, давайте это все опустим. И будем спасать сейчас кошку. Будем делать оперативное вмешательство. Представляете? Как хорошо, что я сегодня поехала. И тогда не усыпила ее. Какие глазки. Как она смотрит, как это живое существо хочет жить. Друзья. Как это живое существо хочет жить. Все, друзья. Вот с такими новостями я. Пока. Будем ждать. До вечера. Ух.